Жанчины за союзную державу. Круглый стол, за яким сустрелись активистки громадских объединений в Беларуси и России, пройшел на Гродинщине. Удельницы представительского мероприемства собрались у городским поселку Мир в Карелецком районе. В рамках встречи была засороджена увага на пытаниях интеграции исторической, культурной и духовной супольности российского и белорусского народов. Мы заинтересованы в том, чтобы будущее наших детей, будущее наших государств, наших стран, наших народов, оно было стабильным, оно было под мирным небом, оно было предсказуемым, и чтобы благополучие наших семей только росло. Это самое основное. И, конечно, когда мы говорим, что женщина за союзное государство, это прежде всего патриотическое воспитание молодежи, это социальная политика, это поддержка семьи, это духовность, это общая культура, это спорт, это здоровый образ жизни. Все те вопросы, которые волнуют абсолютно каждого человека. Что для нас всегда было самым главным? Это мир, это повышение уровня жизни, безусловно, это дети. То, что мы занимаемся всем, естественно, тема инвалидов, она тоже нас не обходит. Вы же понимаете, что мы этим занимаемся. Поэтому нас интересуют все женские вопросы, а женский вопрос – это жизнь. Проведение круглого стола попередничала театрализованная экскурсия по Мирским замку с элементами середневечного балю и майстер-классом «Нашчаткам у добрый дар». Такий пролог целиком отповедал контексту белорусско-российской встречи. Удельницы круглого стола засерудили увагу на аспектах супольного минулого, сучасного и будущего народа у Беларуси и России. Активистки жаннуших объединений у двух краин обмерковали стратегичные направки дальнейшего взаимодействия. Так само, особным пунктом были разглежены подрахтованные до реализации проекты. Мы привезли такой проект, который назвали «Женщины России и Беларуси. Миссия созидания». Мы будем обсуждать этот проект. Мы намерены представить этот проект на получение гранта президента Российской Федерации. У нас есть такая форма – поддержка интересных, важных проектов, направленных на развитие гражданского общества, на получение грантов. Потому что мы можем бесконечно работать на уровне собственного энтузиазма, но нужно проводить мероприятия, организовывать бизнес-встречи, выставки, создавать условия для развития. По выниках пронеманского диалога будут выпрацеваны певные пропоновые, не лягут у основу тем, которые будут охочены подчас конференции в Санкт-Петербурге. Заплановано, что ближайшим часом на этот международный форум для обмеркования актуальных проблем и надземных вопросов в полночную столицу России зъедутся женщины из разных краин света. Продолжение следует...